Приветствуем, уважаемые зрители! Предлагаем вашему вниманию свежий выпуск 3D News Daily с подборкой актуальных новостей из мира хай-тек. Сделка между Microsoft и Nokia постепенно проходит все официальные этапы. Одним из них является одобрение операции большинством акционеров путем голосования. Оно прошло на этой неделе и завершилось успешно. Общая стоимость сделки составляет 5 миллиардов 440 миллионов евро, из которых 3 миллиарда 790 миллионов стоит непосредственно мобильный бизнес, а оставшиеся 1 миллиард 650 миллионов будут выплачены за портфолио патентов и четырехлетнюю лицензию на картографический сервис Hair. Ожидается, что все формальности при покупке мобильного бизнеса Nokia завершатся в первом квартале 2014 года, и тогда Redmondская корпорация станет полноправным хозяином в деле развития линеек Lumia и Asha. Стоит заметить, что возглавлять подразделение по разработке мобильных устройств Microsoft будет Стивен Элоп, которого также видят одним из основных кандидатов на пост генерального директора корпорации после ухода Стива Балмера в следующем году. Ну а что же сама Nokia? Она останется и продолжит заниматься оборудованием для операторов и сервисами Hair, в том числе и навигацией. Свежее обновление Twitter для iOS и Android добавило в программу множество полезных фильтров поиска. Теперь можно отобразить список всех найденных твитов, а не только нескольких верхних. Появился новый инструмент поиска изображений, а также добавилась возможность отображать в результатах только посты с видео. Вдобавок Щебетун научился показывать твиты только тех, кого вы фоловите, плюс обзавелся разделом самых активно обсуждаемых тем. Помимо этого обновление принеслось десяток приятных мелочей вроде новых иконок и переходов между экранами. Небольшим обновлением напомнил о себе и Facebook. Теперь в списке друзей можно увидеть, с какого устройства человек подключился к социальной сети — мобильного или стационарного. Хотя обычно это и так понятно, если вместо развернутого ответа приходит какой-нибудь OK, норм и прочие легкие для набора на ходу слова. Обновление происходит не единовременно, так что будьте терпеливы, если в вашем френдлисте пока нет никаких изменений. Пару лет назад студия 50Free выпустила Paper — приложение для рисования на iPad. А сейчас пришло время стилуса с соответствующим названием Pencil, задуманного как удобно и точная альтернатива пальцам при работе с программой. Не совсем понятно, в чем именно заключается удобство, поскольку Pencil выполнен в виде массивного плотницкого карандаша с достаточно толстым кончиком. Внутри есть Bluetooth для связи с планшетом и аккумулятор, которого хватит на месяц работы, а с обратной стороны 50-долларового карандаша находится ластик. Судя по размерам стилуса, пользоваться им придется часто, зато корпус может быть алюминиевым или деревянным — то, что надо, чтобы выделиться среди одногруппников в художественной школе. Больше новостей ищите на 3dnews.ru. До встречи!